Видео подготовлено онлайн-библиотекой MyBook. Более 100 тысяч книг, удобный сайт и мобильные приложения для iOS и Android. Множество книжных подборок, рейтингов и рекомендаций на любой вкус. MyBook читать удобно где угодно. Матрёнин двор. Лето 1956 года. Железнодорожная ветка Муром-Казань. На 184-м километре от Москвы сходит пассажир. Это рассказчик. Его судьба напоминает судьбу самого Солженицына. Он воевал, но после войны еще 10 лет отсидел в лагере. Поэтому при устройстве на работу его документы очень тщательно проверялись. Он мечтает работать учителем в сельской школе, подальше от города и суеты. Жить в маленькой деревушке с замечательным названием «Высокое поле» не получилось. Там попросту не пекли хлеба и не торговали ничем съестным. Он переводится в поселок с чудовищным для его слуха названием «Торфопродукт». Но оказывается, что рядом есть деревни с простыми названиями. Рассказчик примеряется со своей долей, собираясь жить в Кандовой России. Он поселяется в одной из деревень с названием Тального. Хозяйку избы, в которой он квартирует, зовут Матрёна Васильевна Григорьева. Или просто Матрёна. Со временем обвыкшись, хозяйка стала больше доверять культурному человеку. Иногда по вечерам Матрёна рассказывает постояльцу свою историю. Эти повествования завораживают и ошеломляют его. Её судьба кажется ему особенной. Хотя этого не замечают односельчане и родственники Матрёны. Ещё в начале войны её муж пропал без вести. Он любил Матрёну и не бил её, как деревенские мужья своих жён. Но любила ли его Матрёна? Она должна была выйти замуж за старшего брата мужа Фадея. А он, уйдя на фронт в Первую мировую войну, пропал. Матрёна ждала его. Но шло время, вести от Фадея не было. По настоянию его семьи, она вышла замуж за младшего брата Ефима. Внезапно вернулся Фадей, который долго был в венгерском плену. С горяча старший брат хотел зарубить обоих топором. Но не сделал этого. Потому что Ефим его младший. Фадей нашёл себе девушку с тем же именем, что у его не дождавшейся его невесты. Вторая Матрёна родила Фадею шестерых детей. А все шестеро детей Первой Матрёны и Ефима умерли. Не дожив и до трёх месяцев. Деревня подсчитала, что Матрёна порчена. Да и сама она поверила в это. Решила она взять на воспитание дочку второй Матрёны, Киру. Растила её 10 лет до самого совершеннолетия. Настало время, и девушка вышла замуж и уехала в посёлок Черусти. Всю жизнь Матрёна жила ради кого-то. Забывая о себе. Она постоянно работала. На колхоз, на соседей. Выполняла при этом любую мужицкую работу. Никогда не просит за неё денег. В женщине была спрятана огромная внутренняя сила. Она свободно могла остановить на бегу несущуюся лошадь, к которой не могли поступиться мужчины. Слушая рассказы Матрёны, рассказчик понимает великую истину. Именно на таких женщинах держится вся деревня и вся русская земля. Это они отдают себя без остатка людям, совершенно не задумываясь об этом. Это открытие совсем его не радует. Что будет с Россией, если она держится только на таких самоотверженных старухах? Конец рассказа нелепо трагический. Свою избу она завещала Кире. После свадьбы дочери, Фадей решил забрать завещанное для молодых. Он делает это, не дожидаясь смерти Матрёны. Вместе с сыновьями перетаскивает части избы на конях через железнодорожное полотно. Матрёна им помогает. Это событие совсем её подкосило. И она умирает. На её похоронах родственники плачут больше для порядка. В мыслях у каждого только делёшь её оставшегося имущества. А бывший возлюбленный Фадей даже не приходит на поминки.